Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 августа день Христины Бориса и Глеба назван в честь святой мученицы Христины. Когда ей минуло 11 лет, сказалась необыкновенная красота ее, и не было среди отраковиц, подобных ей по красоте. Она со слезами молила Богу, чтобы открыл он ей себя. Когда же она прибыла достаточно дней в молитве и посте, явился ей ангел Господень, осенил ее крестным знамением, нарек невесту Христа, совершенно настал ее в богопознании и возвестил ей о подвигах страдания. В церкви почитается и память святых Бориса и Глеба. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным. Согласно церковному преданию, Святополка на такой поступок подвигнул сам дьявол. Он очень хотел править Руссию и потому задумал убить всех наследников. Борис и Глеб известны как первые русские святые, канонизированные в лике мучеников. Они известны как заступники Руси. В этот день начинались сильные грозы, потому в поле не работали. Продолжался активный сбор плодов и ягод. Так черемуху и смородину использовали против простуды, желудочных болезней. Черемуха способна улучшать свертываемость крови. Помимо варенья, ягоды сушили, чтобы в зимнее время пить из них компоты. Приметы. Ночи становились прохладнее. Какой будет погода сегодня, такой скорее всего она и будет всю вторую половину августа. Если чайки часто на воду садятся, дело к дождю идет. Я знаю, что от арбуза есть самец и самка. Не могли бы вы показать, как отличить и в чем заключается разница? Вот это самец. Значит, вот она копка. У самочки она чуть больше. Чуть больше. Но не у всех арбузов, а у гибридов. А можно было бы принести вот эту вот самочку для того, чтобы сравнить и показать? Такой килограмм на 6. Говорят, что самки вкуснее. Или нет? Ну, может быть в какой-то степени вкуснее. Вот Астрахани был, самочку берет. А этот, если он так сахарный, то он... А вот сейчас покажите, я крупно возьму, чтобы вы показали. Нет, я тут на камеру как раз буду снимать. Так. В чем разница между самцом и самцом? Значит, вот это такой. А самка такая вот. То есть у нее, как это называется? Ну, попка, будем говорить. Попка побольше, нежели. Да, как у генчины. Ага, ясно. А засолка пойдет, когда похолодает. Это где-то в сентябре, в середине, в конце. Желательно. Потому что он может просолиться, когда еще свежее будет. Резона нет. В чем суть-то. Самое главное, что когда просолиться, когда же свежее нет. Ну, мы в воду. Так просоливаются недозрелые или какие? Не обязательно. Лишь бы не пустой. Лишь бы не пустой. Лишь бы не пустой. Недозрелые-то раньше считалось, что и в песке солят. Шар ложат. Арбузы. Раз он наводит ведро. Соль. Два сакана соли. И песком засыпают. И он лежит до моей места. В мае достаю. Он целенький. Круглый. Не смялся. А вы такое делали? Сейчас он на комбинате. Нет, вот потом он нашел. Забыдали с этой работой. Вот он есть ярко-малиновый, а есть бледноватый. А вкусовые и тот, и тот. О, арбузы. Благодарю. Да, сахарный арбуз. Ну, при диабете он много не рекомендует. А у меня диабет, а я его ем все равно. Так, помню. О, благодарю вас. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В древней Руси священной и вещи, предсказывающей будущее, была птица с женской головой гамма-ю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки но лучшим образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется! Благодарю за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить, бесплатно, мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok